Правило дорожного движения направо-налево. Осторожно, машина. Учеников начальных классов 13-й школы за знаниями провожают родители. Тех, кто постарше, у проезжей части караулит учителя. Этим детям надо чуть больше времени для того, чтобы научиться читать, писать, считать и чтобы найти свое место в шумном транспортном потоке. Но разве водителям объяснишь? Ну, не всегда пропускают. Они бывают, гонят. Хорошо было бы, если светофор был бы. Дети приезжают утром очень рано. Движения очень плотные, машины едут. Очень много лихачей, которые ездят и останавливаются. Если лихачи не уступают дорогу, то они уступают лихачам. Иногда такой уступчивостью злоупотребляют. Ну сколько? Пять минут можно простоять там. Можно меньше. Переходить на Терешковую дорогу вообще невозможно. Три ряда. Первый остановится, второй, третий едет. В общем, ужасно. Эти родители уверены, их детям зебра сама по себе не гарантирует безопасности. Лежачий полицейский светофор поставить. Действительно, я боюсь, например, одного ребенка отпускать в школу. Тот, кто в ответе и за светофоры, и за лежачих полицейских, новой просьбой 13-й школы был слегка удивлен. Ведь год назад и родители, и учителя благодарили его за обустройство пешеходного перехода прямо рядом с учебным заведением. Вот, даже письмо осталось. Выражает благодарность за проведение работ по организации пешеходного перехода и установке знака возвращения скорости в районе Рженикидзе. Сергей Прошин честно признается, исполнить новую просьбу родительского комитета получится едва ли. Ведь улица Терешковой – въездная магистраль. Ежедневно по шести полоске курсируют десятки тысяч автомобилей, в том числе держащих путь из Москвы и Самары. Светофоров на ней хватает и так, если установить у каждой остановки начнутся немыслимые заторы. Установка каких-либо лежачих полицейских на магистральных улицах ГОСТом запрещена. То есть это приведет к задержке транспорта. И установка светофора также приведет к транспортной задержке и снижению трафика. Но игнорировать обращения в ведомстве не намерены. К проблемному переходу прикрепят экипаж ДПС, чтобы люди в форме понаблюдали за теми, кто не замечает ни зебры, ни детей. Как вы помните, такое нынче дорого стоит. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время.